Всем здравствуйте! Вы на телеканале Freedom. Freedom – это первый украинский государственный канал иноязычного, зарубежного, русскоязычного вещания. Меня зовут Тала Калатай, и сегодня я с радостью представляю своего гостя. Это Андрей Анатольевич Волна. Андрей Анатольевич, здравствуйте! Доброго дня! Щера дякую вам за запрошение, это можливость говорить о российской. Это дуже приємно для мене. Дякую вам! А для нас дуже приємно, що ви говорите українською, ви говорите по-українськи, знаю, що учите сейчас український язык, но обо всім поступательно. Я всю українську мову, це так. Прекрасно, це дуже приємно. Для наших зрителей поясню. Для тех, хто не знає, Андрей Анатольевич Волна – это российский травматолог-ортопед, который сейчас, як доктор, волонтерит в Україні. Человек, который сначала полномасштабного вторження вместе со своей семьей вынужден был покинуть Россию, потому что, как минимум, назвал войну войной. Но обо всім по порядку. Андрей Анатольевич, ви с 2014 года заняли такую человеческую позицию правильную против вторжения России в Україну, против аннекси Крыма, против вторжения на юго-восток Украины. И до полномасштабного вторжения ее публично высказывали, вы подписали в соцсетях посты, вы публично выступали против этой войны. Как вам удалось столько лет продержаться в России с такой позицией? Ну, с одной стороны, наверное, все-таки моя фигура не столь значима, если сравнить с фигурами политиков, то есть тех людей, которые реально претендуют на власть. Я же реально претендовал и претендую только на то, чтобы лечить людей. Но и параллельно, конечно, я вплоть до последнего времени, до начала ширкомасштабной агрессии, я чувствовал себя гражданином России, чувствовал ответственность за то, что происходит в стране. И сейчас я чувствую эту ответственность, ту часть, которая моя личная и коллективная ответственность. Это не вина, которая доказывается судом, а именно ответственность. Вот, тем не менее, да, мои, по сравнению с тем, что происходит сегодня, мои потери, мои, я имею в виду, какая-то дискриминация, я имею в виду, они были, в общем-то, минимальны, да. Меня попросили уволиться из клиники, где я руководил травматологией, ортопедией, позвоночной хирургией, потому что моя позиция неприятия полного оккупации Крыма и развязывания России войны на юго-востоке Украины, она могла повредить клиники, я ушел. Года полтора-два я оперировал в небольшой частной клинике, но у меня сразу же было приглашение возглавить, опять же, службу травматологии и ортопедии в прекрасной больнице в ближайшем Подмосковье. Больница на тот момент заканчивала строительство, поэтому у меня была возможность и собрать команду профессионалов, с которыми мне удобно было бы работать, а значит, пациенты были бы счастливы. Ну и плюс то оборудование, которое нужно, я не испытывал никаких отказов. Поэтому говорить о том, что сильно меня дискриминировали до начала полномасштабной агрессии, ну это было бы неправда, это вот такие потери, которыми можно пренебречь. Ну и, наверное, еще с другой, с третьей уже стороны, все-таки у меня разные пациенты, и в период работы в России были и те пациенты, которые, ну, там из каких-то органов власти, может быть, и силовых органов, я же не расспрашиваю, где человек работает, а в частной клинике не принято указывать место работы. Вот, я думаю, что я находился под какой-то определенной степенью защиты. Более того, эти же люди мне сказали уже после моего полного неприятия, полномасштабной агрессии, что мне лучше не оставаться в России, поскольку уголовное дело, по сути дела, уже готово. То есть, ваше публичное высказывание в соцсетях по поводу войны не осталось незамеченным, и дело на вас уже завели, получается, так? Я не знаю о том, то есть, меня никто ни о чем не проинформировал, но, конечно, не остались незамеченными, и все уже, во всяком случае, было готово к этому, ну, и тогда, когда я запросил политическое убежище для себя и своей семьи в Эстонии, после проверки специальными службами Эстонии, полиция мне сказали, что да, мы предоставляем тебе и твоей семье защиту, потому что возвращаться тебе в Россию нельзя, да и желания не было, честно говоря. Вот интересно, как воспринимал ваш круг общения, ваши коллеги, вашу позицию с 2014 по 2022 год и с 24 февраля 2022 года? Почему я спрашиваю? Потому что, ну, вы сами в Украине, да, и были и до полномасштабного вторжения, и после, да и вы сам с украинскими корнями, вы проводили свое детство в Украине, вот это то, что я почерпнула из ваших интервью, вы и украинские понимаете, потому что и в ананиме Одесской области проводили лето у бабушек и дедушек. Мы все, у нас у всех есть друзья, знакомые и родственники почти у всех в России. 80% из нас может быть с фразой «После начала полномасштабного вторжения потерпите, вас освободят». Несколько месяцев мы бились, пытаясь объяснить, что у нас здесь происходит, что вы нас убиваете, сделаете что-то там, что прекратился этот геноцид здесь. Ну и слышали одно и то же, вы все врете, это все фейк, мы вас освобождаем, бандеровцы ей дали по методичке, и только небольшой процент извинился, чуть больше процент просто сделал вид, промолчал, вот, и через какое-то время, знаете, ненависть, и все сменилось просто таким байдужеством на украинском. Ну, это смесь презрения и нежелания видеть, общаться, вот что-то вот так вот я перевожу. Стало все равно. Ну, типа, мы хотели взывать к вашему человеческому, а человеческого, ну, не оказалось. Так вот, ваш вот круг, в котором вы общались в России, как он реагировал до 22-го года и как отреагировал после на вашу позицию, которая достаточно непопулярна в России? Ну, надо понимать все-таки, что я в основном разговаривал с теми людьми, с образованными людьми, продвинутыми людьми, и есть коллеги, я говорю о коллегах прежде всего, о коллеге, которые поддерживали меня, поддерживали позицию того, что вот эта оккупация Крыма и развязывание войны, это неприемлемо само по себе, потому что это война, это первое. И второе, что это приведет наверняка к каким-то долгосрочным последствиям. Конечно, мне и тогда казалось, что он не остановится, что вот этот вот проект путинский, он это, этот подонок, вот, что вот этот вот проект Малороссии, вот Одесса, Николаев, Харьков, Днепр, это вот все, что у него в голове, что это будет реализовано, и вот это я называл долгосрочными последствиями. Я бы сказал, что большая часть моих знакомых просто это игнорировали, ну и так 50 на 50 были согласны с тем, что Крым не наш, а где-то 50% из оставшихся были, это те люди, которые говорили, что Крым наш. Ну вот в моем коллективе, допустим, оказалось, что доносы на меня там составлял доктор, которого я сам пригласил работать в клинику. Я не умею читать людей, я сразу же могу сказать, и иногда такое случается, что человек профессионал в своем деле, но с морально-этической точки зрения оказывается подонком. Ну, как бы там ни было, то было время открытых дискуссий. Кто-то уже тогда понял из моих друзей, что нельзя, ну, что это невозможно больше вот терпеть того, что происходит в России, обязательно будет хуже. И Алексей Семинистый, это замечательный московский травматолог, он репатриировался в Израиль. Саша Черноков в Израиль тоже уехал, но все равно это были дискуссии. С началом большой войны полномасштабной агрессии 24 февраля прошлого года, по сути дела, дискуссии все прекратились, и узнать мнение того или иного человека можно только в частной беседе, да еще, да и то не факт, что тебе... То есть страх победил. Всеобъемлющий, распространенный, сковывающий все и всех, вся и всех страх. Да, вот это есть. То есть время дискуссий ушло, поэтому надо или поддерживать, или молчать в тряпочку, а лучше молчать в тряпочку и делать вид, что поддерживаешь. То есть вот это изменилось. Если там еще обсуждалось, то с началом полномасштабной агрессии никакие обсуждения стали невозможными. Вы помните, как для вас началась эта полномасштабная война? Да, конечно. Я понимал, что это будет. Я был один из тех, кто умом понимал и был уверен в том, что это будет, потому что я, как вы справедливо отметили, меня все время приглашали коллеги в Украину, мы вместе занимались на курсах, я преподавал на курсах, и я видел, как меняется Украина. Не большие города, не мегаполис, типа Киева, который по благосостоянию отстает, допустим, от той же Москвы или Питера, а как село украинское поднимается. Вот вам, допустим, в Украине, может быть, это не очень заметно, а когда приезжаешь и особенно сравниваешь с русской деревней, то вот украинское село растет, от года растет, растет, а русская деревня деградирует. И эта разница, она была видна не только мне, с большой степенью очевидности, могу это утверждать, поэтому я понимал, что каким-то образом правящая вот эта вот клика в России должна не допустить возникновения вопроса, а с какого это беса в Украине, где, в общем-то, кроме сельского хозяйства и каких-то копанок в регионе Донбасса ничего нет, почему она растет, и там доход на душу населения уже практически сравнялся с Россией, а Россия, кроме вот этих вот зажравшихся мегаполисов, она деградирует, деградирует и деградирует. И, в общем-то, было понимание, что агрессия, война это один из немногих способов для Путина вот каким-то образом предотвратить возникновение вот этих вот вопросов. Ну, а тогда, когда прошло уже известное заседание Совета Безопасности, где там Нарышкин, Блеевы, все они поддерживали, в общем-то, войну, вне зависимости от того, как это формулировалось Путиным, уже было понятно, поэтому каждый день я включал. Телевизор как таковой в моей семье, он никогда не функционировал, именно как телевидение. Вот. А использовалось только там, как скрин для Ютубов, спорт, биатлон, футбол. Я смотрел дети мультики, но это по Ютубу в основном, а так все это было запрещено, потому что пропаганда страшная и разрушительная. То, что неслось по вот этим всем государственным каналам. И я помню, что я включил, ну, врачи встают рано, 5.45, у меня было стандартное время, когда я поднимаюсь, жена чуть пораньше, потому что ей надо было везти детишек в детский садик и в школу, и прямо это рядом с ее работой, поэтому Вера уже принимала душу, а я включил скрин, вот этот ютубовский телевизионный, и Путин как раз говорит о начале того, что они называют специальной военной операцией. Я перешел в телеграм, и там уже была информация о том, что слышны взрывы в Украине, что бомбят Одессу, вот. Я написал или позвонил своим друзьям в Киев, они говорят, слушай, мы ничего не понимаем, но похоже, похоже, начинается все по-большому. Это было страшное утро, страшный день, и это утро и день, это некрасивые слова, так оно и есть, они чертами закончились, это все продолжается, и по сей день, вот это вот ощущение ужаса. Ну, тогда было такое, еще вместе с ужасом, знаете, было ощущение того, что ты ничего не можешь сделать, вот какой-то беспомощности перед этой машиной. Да, на следующий день я записал обращение к врачам, мне казалось, что мы должны двинуться, я имею в виду русских врачей, российских врачей направлений, но ничего не получилось. И вот сейчас нет ощущения беспомощности, наверное, потому что ты можешь что-то делать, все понимают, что они делают, те, кто против этой страшной, кровавой, бесчеловечной войны, все, кто против, они что-то делают на своих местах, поэтому, ну вот, вот это вот все равно бывает разочарование там в чем-то, ну, это у всех там поставляют вооружение, нет, замер фронт, не замер фронт, но мы все понимаем, что невозможно завершение этой войны ничем, кроме победы Украины, ну, невозможно, по-другому не будет, и такого не бывает, а тогда это были, это были страшные дни, погружение в кошмар. Да, так и есть, а еще очень надеялись здесь, в Украине, что, ну, в России, во-первых, больше людей понимает, что происходит, а во-вторых, что они выйдут на улицу, ну, грубо говоря, равняли по себе, да, вспомнив оба Майдана, революцию достоинства, и вот хотели достучаться, просто чтобы люди, ну, да, это сейчас мы уже понимаем, что у нас просто по-другому, то есть мы привыкли, это мы управляем этой страной, мы выбираем президентов, какие бы они ни были, нравилось нам кому-то или нет, что-то нравилось или нет, но есть демократия, есть выборы, да, и так далее. Ну, вот, но в России оказалось это невозможно. Это случилось, когда вот случилось это, или это с россиянами так и было изначально, что, ну, вот, только царь может быть, не может быть, демократия, не может быть, ну, вот болотная была, но тоже, как бы ничего это не дало. Есть Навальный сидит, Яшин сидит, Карамурза сидит, все сидят, и, ну, вот вам приходят, таким людям, как вы, приходится просто уезжать, чтобы не стать жертвой этой кровавой машины. Это менталитет такой, или это просто уже искусственно сделано так в течение, ну, я думаю, ни одного десятилетия и не нескольких, даже, может, веков? Ну, вы знаете, тут можно, можно смотреть очень далеко назад, во времена расхождения курсов, так скажем, Александра Невского и Данила Галицкого, но понятно, что это было и это создало какой-то вот базис, какой-то фон, но не более того, я думаю, что где-то вот основные процессы, которые привели к тому, что в России сейчас невозможно, они начались не с приходом Путина, они начались в 90-х годах, тогда, когда, слава богу, дезинтегрировалась империя, нам казалось, навсегда оказалось, что не навсегда это Советский Союз, и я был взрослым уже в то время, и я прекрасно помню вот эти вот, дело в том, что для всех республик бывшего Союза, не только для стран Балтии, но и для Украины, для Белоруссии, для Армении, Грузии, ну, и для других, не буду всех перечислять, это было освобождением, это был путь к созданию демократических, где-то национальных, где-то не национальных, но своих собственных государств, и только в России, в общем, я понимаю, что всякое обобщение страдает, но обобщение не избежать, я имею в виду, в общем, распад Союза был воспринят как трагедия, и с россиянами тогда никто не говорил вообще, я имею в виду, из политиков, считалось вот всеми этими реформаторами демократической направленности, естественно, что рынок сам все поставит на свои места, вот сейчас мы проведем рыночные реформы, никакой иллюстрации не надо, осуждения КПСС не надо, там тем более какой-то суд был проигран, в общем, рынок все поставит на свои места, ничего он не поставил на свои места, поэтому ощущение потери страны у россиян, оно осталось, и когда пришла путинская власть, аккуратно, постепенно, день за днем, они стали вот это вот расчесывать, не говорить о том, то есть, что наоборот, это освобождение от коммунизма, что мы идем в Европейский Союз, что наши нефтяные и газовые богатства позволяют нам подняться, реконструировать наши города, поднять деревни, нет, вот это началось, это очень аккуратно, это же не только прямая пропаганда в телевизоре, это все эти бесконечные старые песни о главном, это советский гимн, это, я люблю этот фильм, но непрерывная трансляция иронии судьбы и переделывание этих фильмов, это все вот в одной конве вот этой вот лежит, то есть, вот эту вот лягушку, маленького лягушонка, головастика даже, не родившуюся демократию в России, ее варили очень медленно, постепенно, чтобы этот лягушоночек не выпрыгнул из кастрюли и сварился, но и в итоге он сварился, потому что то, что принято называть имперским сознанием, восторжествовало, и ведь на момент начала полномасштабной агрессии для многих россиян независимость Украины, она вот где-то, знаете, как бы вот это вот младший брат или младшая сестра и все это на уровне ГПК, там вареников с лишнюю, борща и так далее, никто, вот понимание глубокого, что это давно независимое государство, ну хорошо, недавно, 30 там лет с небольшим, да, не тот строк, но это другая культура многовековая, это культура, которая в себя впитала и культуру западной Европы, и часть взяла как бы с востока, но это совсем другое, и язык другой, что если вот вы говорите похожий язык, я имею в виду русским, если с вами будут говорить на правильном украинском языке, вы не поймете большей части, вот просто не поймете, и вот этого не было, что это все другое, и поэтому Украина, ну как, как они посмели, да вообще куда они идут, да вы что, поперек батьки в пекло, да куда, да вы лучше спойте свои песни раздольные, да спляшите нам что-нибудь, как бы, да и вот мы пойдем в корчму, которых в Москве полно, там борща поедим, но не больше, нет у вас никакого права, какая вам Европа, какая вы Европа, вы заработчане, вы Европа, это вот так они думают, и так они говорят, и так то, что я слышал, и видеть этих людей я больше не хочу. Я в принципе не представляю, как вы столько выдержали в России, находясь вот в этом всем дурдоме, и как вы, и ваша семья, насколько я понимаю, ваша жена вас поддерживала все эти годы в вашей позиции, и я понимаю, у вас вопросов не уезжать, не задавал никто, вы слаженно вместе, всей семьей, трое ваших неполнолетних детей, вы все выехали, как вам удалось сохранить вот эту адекватность? Ну, с одной стороны, наверное, какая-то устойчивость, ну, во-первых, мы максимально изолировали себя и своих детей от пропаганды, это первое, второе, ну, наверное, какой-то казацкий дух, как бы, он имеет место, и нельзя этого исключать, в-третьих, а может быть, это один из самых важных факторов, ведь у нас была прекрасная работа, то есть, ну, реально, вот последнее место, где я работал, это замечательная клиника, там все оборудование, там выстроенный менеджмент, там нормальная команда, там очень высокая заработная плата, которая, как бы, в Европе далеко не всем и снится, так сказать, и у жены прекрасная работа, и больше всех операций на позвоночнике в больнице имени Боткина, и вот это вот, потому что все равно любой врач, он большую часть своего ментального времени, скажем так, он проводит на работе, и даже когда мы возвращаемся с работы, мы, вот дети сидят, да, и мы ужинаем, это до большой войны, мы обсуждаем вот кейсы, которые были, и даже детям говорим, то, что им может быть интересно, то есть, вот это вот позволяло сохранять нормальное психическое здоровье. Тогда, когда началась большая война, это стало невозможным абсолютно, потому что, естественно, у нас транслировались те каналы, которые вели, по сути дела, прямой репортаж, и в том числе ваш канал, где-то вот, по-моему, с конца марта, ну, где-то, я не помню точно, вот, но мы стали постоянно включать для того, чтобы увидеть, понять объективную информацию, ну, и с детьми мы говорили об этом же, ну, а если я еще надеялся, записывая вот эти вот свои обращения к врачам, посты в Фейсбуке о том, что мы соберемся, выйдем, то Вера, моя жена, она радикарнее меня, она говорит, оставь свои надежды, как бы вот просто оставь, прекрати, и продолжай, ладно, говорить то, о чем ты говоришь, но я для себя будущего в этой стране не вижу, и для своих детей я будущего не вижу. Мне казалось, что, может быть, позиция Веры была, более радикальна, чем я думал на тот момент, но в итоге она оказалась права, и когда начались вот эти вот движения вокруг потенциального уголовного дела, то уже, уже я понял, что, как и в большинстве случаев, моя Вера была права, моя жизнь. Андрей Анатольевич, почему вам так рьяно хотелось в Украину? То есть вы сначала полномасштабного вторжения, вы же когда поняли, что будете уезжать из России, хотели попасть в Украину, вы таки попали в Украину, когда оформили все документы, причем вы один из немногих россиян, которые таки попали в Украину, вы волонтерите в Украине, а работать вы не можете, да, по определенным законодательным историям, вы волонтерите, вы помогаете, консультируете наших врачей, находитесь на операциях, вы работаете с воинами в ИСУ, с нашими военными, и ваш опыт действительно обесценен, потому что реабилитация, травматология, это сейчас очень важно. Но почему вам так хотелось прямо в самый центр этих событий, прямо в Украину? Ведь я представляю, что, наверное, вы думали, как к вам отнесутся сейчас украинцы, так как вы россиянин. Ну и плюс тут ты не находишься в безопасности, даже если ты в Киеве, на западе Украины и так далее, российские ракеты достают везде, но вы все-таки приехали сюда. В чем вот основная причина? Мне разрешили въезд в Украину 5 сентября этого года, 23-го года, с 5 сентября я получил возможность уехать в Украину, именно 5 сентября я пересек границу Польши и Украины, пограничный пункт. То есть я не потерял ни одного дня после получения всех документов. Почему так? Дело в том, что здесь несколько обстоятельств. Первое, это мои несовершеннолетние дети. Они, когда подрастут, наверняка будет вопрос, а папа, а что ты делал, когда началась эта война? Ну, обращения записывал там, да, посты в Фейсбуке писал там, по 10 тысяч они, просмотров они расходились, ну, а как бы результат-то какой? Ну, вот что, это вот самое главное, что ты мог делать, поэтому я понимал, что для того, чтобы мне было что сказать, и когда меня уже не будет, чтобы мои дети понимали, что наша семья могла сделать, вот это вот один из мотивов, это первый мотив. Второй мотив, это то, что, в принципе, я в нашем роду, в нашей родыне, если говорить, да, вот как бы большой семье, я первый, кто родился на территории современной России, и возможно, что весь мой вот предыдущий наработанный опыт, я так себе говорю, может быть, он и был вот для, вот предназначен для вот этих вот дней, то есть, все это было вот подготовка к тому, чтобы я вернулся в Украину и реализовывал свои навыки, умения и знания в Украине, и я не верующий человек, к сожалению, наверное, я думаю, что верующим людям может быть жить легче, особенно в такое время, но я вот чувствую, что все предыдущие поколения моей семьи, они как бы видят меня и смотрят на меня и спрашивают, а что ты делаешь сейчас, вот как бы, но вот такое чувство, оно возникает, и поэтому, наверное, по-другому было нельзя сделать, и нужно же еще, тут не надо преувеличивать значение того, что я могу физически, как доктор, сделать в Украине сейчас, понятно, что это одно из отделений, одно из многочисленных больниц, где оказывают помощь раненым военнослужащим, и я волонтерю в составе хирургической бригады, да, действительно, помогаю ребятам, помогаю молодым специалистам, но вполне возможно, что вот те мои поездки в Украину, начиная с 2007-2008 годов, ежегодные, когда мы сначала с зарубежными коллегами, зарубежными для украинцев, с американцами, швейцарцами, голландцами, немцами делали курсы постдипломной подготовки, а потом и вместе с хорошо уже грамотными европейски образованными украинскими коллегами это делали, вполне возможно, что вот эти курсы дали для Украины намного больше, чем вот моя работа вот руками на настоящий момент, да и, конечно же, дали намного больше. Профессиональные ассоциации травматологов Украины АО Травма Украины АО это не акционерное общество аббревиатура двух немецких слов Арбайцгемайн шафт фюрерстиэ синтеза фраген ассоциации по изучению метода внутренней фиксации они только с начала полномасштабной агрессии провели 6 курсов повреждения на поле боя 500 человек врачей травматологов ортопедов Украины как военных так и гражданских обученные вот по всей линейке начиная от тактической медицины и заканчивая высоким уровнем уже по сути дела спасением когда жизнь сохранена это спасением не просто конечности а спасением функции конечности и так далее 500 врачей обучены только за время я принимал участие во всех этих курсах только за время полномасштабной агрессии а до этого это были ежегодные курсы да и не по одному еще курсу поэтому сколько как мне говорил мой ментор Джим Хьюз из штатов из Миссисипи из Джексона как врач ты в год можешь пролечить ну там прооперировать допустим ну отзависит от сложности операции 600 700 800 операций я представь ты учишь на курсах 70 человек они возвращаются и каждый из них делает пусть не по 600 операций но пусть хотя бы по 300 400 и потом вот это все распространяется поэтому конечно гораздо большая роль здесь моя не как физического лица который в Украине а как человека который участвовал в постдипломной подготовке травматологов и участвовал вот это другое дело кто же блин знал и знал что травматология к ужасу станет специальностью номер один в Украине с началом войны по другому же не могло быть но это так никто этого не знал травматология важна но все таки это не номер один а теперь это номер один в Украине Андрей ваши первые впечатления когда вы попали в военный госпиталь и увидели последствия русского мира своими глазами я представлял ну поскольку я с коллегами контактирую и все таки я же не из Москвы я родом из Кузбасса это шахтовый регион в свое время там какие-то побратимы были с Донбассом украинским ну что ну я понимаю украинцы могут представить что это такое и я работал в отделении куда принимали тяжелую шахтовую травму и последствия этих травм поэтому это не военные повреждения но по своей разрушительности и тяжести вот эти вот завалы в шахтах взрывы в шахтах для тех кто выжил из горняков я имею ввиду вот эти вот попадания конечностей в транспортерные ленты это более-менее сопоставимо но вот вспоминая свою хирургическую молодость вот таких вот тяжелых пациентов было в отделении один ну два иногда три четыре это когда вот привозили нескольких травмированных шахтеров вот с одной шахты а здесь же целое отделение это вот таких тяжелых пациентов тут нужно понимать что мое волонтерство оно в госпитале головном это по сути дела высший уровень то есть сначала люди оказывают себе самую взаимопомощь на поле боя потом их эвакуируют специальные бригады в прифронтовые госпитали где продолжается спасение жизни спасение конечности а приоритет какой первое спасти жизнь если для этого приходится ампутировать ногу или руку это делается приоритет спасти жизнь если жизнь можно спасти другими способами не ампутируя конечность конечность составляется жизнь спасается и наконец последний этап это нужно вернуть этой конечности максимум функций к сожалению часто вернуть на 100% это невозможно но максимум того что было вот до этой травмы вернее до этого ранения я работал на этом уровне поэтому ампутации в этой клинике уже немного только в тех случаях когда врачи посчитали что это можно сделать функциональной ногой или рукой а это сделать невозможно поэтому здесь скапливались те пациенты и скапливаются которым предстоит очень длительное лечение там где осталась рука или нога но она допустим без костей потому что минно взрывным ранением эту кость вынесла из ноги и вот идет выращивание процессов процессы выращивания кости и так далее страшно это зрелище это 100% больных такие но что спасает спасает высочайшая мотивация и пациентов даже те которые поступают вот ну это же это же понятно это был молодой здоровый парень как бы а тут у него лечение на многие месяцы если не на годы там вырвана часть часть конечностей и и это и больно и все а атмосфера сама вот пациенты это какая-то какой-то совершенно необычный уровень такого вот в стандартных невоенных условиях а я все-таки работал и в Сибири и в столице России такого не бывает вот такая поддержка друг друга среди пациентов и врачи может быть еще это особенность этого отделения что все врачи они молодые ребята они мне все сыновья годятся не не фигурально а вот буквально и только заведующий отделением в военной структуре это начальник отделения вот он моего возраста и ребята оптимисты у них у самих я имею ввиду докторов у них вся профессиональная жизнь и нормальная человеческая она по сути дела впереди поэтому вот своим оптимизмом они друг друга заряжают и пациентов ну а мы как бы два старичка с начальником отделения как бы ну мы старались мне Петро Витальевич сразу же сказал что ты знаешь я молодых прошу узнать как ранили вот все особенности потому что я не могу я понимаю насколько это тяжело и ну в общем я не могу молодые это переносят проще я не могу ну вот придем обсудим это дело подавим слезу так сказать иногда не фигуральном а буквальном смысле этого слова идем в операционную тогда в операционной все все меняется потому что там профессионализм там нет места каким-то эмоциям кроме положительных от того что все получается как правило все получается ну но это очень полуэр да Андрей Анатольевич возможно ли вот вы это все рассказываете кстати вот у меня параллельно возник вопрос я не знаю можете ли вы дать на него ответ вдруг еще как-то косвенно возможно мониторите какие-то сайты общайтесь с вашими коллегами в России мы видим как наших бойцов реабилитируют как борются за их жизни про Россию знаем другое там мало того что никто ничего не борется скрывают скрывают количество смертей а на данный момент сегодня у нас 8 ноября 23 года 8 уже правильно запуталась вот более 300 тысяч по сводкам генерального штаба лежат в украинской земле как там в России обстоит дело с той же реабилитацией ведь война это страшная она лишает рук ног артиллерия знаем не дает часто шансов там пытаются это все там пару человек выставить для общей картинки и далее как там вообще это происходит с тем что все пытаются скрыть 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 давайте так скажем я не мониторю ситуацию в России видите еще раз подчеркну многих моих коллег не желаю и знать о том что они делают не желаю тоже именно из-за их провоенной позиции и из-за позиции мы просто смотрим в другую сторону но я знаю систему все-таки я всю свою сознательную профессиональную жизнь отработал там я знаю систему и понимаю что никаких шансов на нормальную реабилитацию у раненых русских и других россиянов россиян этих шансов просто нет они в мир на это время никому не были нужны а теперь тем более если украина вот всем гуртом всем обществом помогает этим людям это же вот допустим в госпитале великолепное снабжение вот тем что нам нужно в травматологии но это снабжение не только далеко не только государственное или идет по военной линии очень много того что поставляется волонтерами на собранные донаты что что привозят наши зарубежные друзья наши зарубежные друзья я говорю как украинец как бы вот параллельно я был в клинике и приехал Роман Гайда из Соединенных Штатов Америки наш замечательный травматолог и друг он привез там полную сумку того что что понадобится там аппараты внешней фиксации то что не разовое естественно вот и компании поставляют и очень вот благодаря такой всеукраинской поддержки это очень хорошо все наполняется и я еще раз подчеркну что люди вот в целом опять же обобщение страдает но в целом раненые военнослужащие они настроены оптимистично потому что видят что с ними работают и занимаются в России этого не будет я не знаю как но сейчас там но этого не будет точно особенно ведь в в основном там же что сначала как получилось как они сделали то есть сознательно бессознательно вот россияне в вот этих вот небогатых регионах они просто очень бедные и то что они когда вот пришли и творили вот эти зверства в Буче и Арпине да и стиральную машину люди видели первый раз в жизни я это верю с востока страны вот из этих глухих деревень и вот они идут как бы воевать чтобы заработать немыслимые деньги немыслимые просто фантастические для них деньги но они не учитывают одного что в три раза выше шанс если его убьют это здорово как бы семья получит деньги украинцев больше никто не будет убивать как бы и нормально так сказать удобрит землячку а вот в три раза или в четыре раза это статистика больше шансов что он вернется калекой кому он нафиг в своей деревне в Иркутской области в Бурякии на Сахалине в Хабаровском крае в Якутии кому он там будет нужен и никому он там не нужен поэтому вне зависимости от того когда вот придет победа в Украине и чем это закончится для России останется ли она в нынешних границах или там она дезинтегрируется что скорее всего с моей точки зрения на множество других государств у этих людей незавидная судьба вот тех кто пошел убивать украинцев если они выживут незавидная судьба потому что они будут калеками и реабилитировать их никто не будет и сейчас не реабилитировать поэтому спицы и в петлю полезть это вот как бы Андрей Анатольевич нас смотрят в России наш канал и не знаю есть ли у вас желание обратиться к вашим бывшим соотечественникам вот что бы вы им сейчас сказали увидев что происходит в Украине услышав сигнал тревог звуки взрывов увидев наших солдат узнав про доносы которые на вас писали ваши же коллеги то что бы вы сейчас сказали своим бывшим соотечественникам а можно мне немного по другому ничего я не хочу говорить и не буду говорить и здесь я солидарен с теми моими украинскими коллегами которые говорят что время разговаривать и время что-то говорить оно уже прошло ничего не буду говорить потому что это я понимаю что есть люди которые против войны но их не так много и вот им я желаю но вот понятно что сейчас выступить это уже вот при этой диктатуре но это невозможно им я желаю сберечься до того времени когда возможно может быть при их жизни какие-то позитивные изменения наметятся вот для этих людей я желаю чтобы они себя сберегли от репрессий от тюрьмы а для остальных у меня нет никаких пожеланий кроме может быть одного чтобы они послушали вот сирену воздушной тревоги не часто хотя бы раз в ночь так сказать и чтобы было понимание что вот когда она звучит надо ребеночек ребеночка взять и побежать в бомбоубежище а потом часа через два после отбоя дай бог что ракеты не прилетели вернуться обратно а утром идти в школу ребенка отвезти в школу или в детский сад а следующую ночь вот то же самое и потом то же самое вот тогда может быть они бы поняли как себя чувствуют украинцы я не говорю даже о смертях и о искалеченных людях поэтому это так но это не мое обращение это это мое пожелание если хотите обращаться не хочу понимаю вас очень хорошо спасибо вам огромное Андрей Анатольевич за то что нашли время для нас за то что вы делаете в первую очередь я хочу вас поблагодарить за то что первые дни испугались за то что остались адекватным конечно же за тот опыт которым вы делитесь сейчас реабилитируя наших бойцов Андрей Волна доктор-волонтер российский травматолог ортопед который сейчас волонтерит в Украине специально для телеканала Freedom спасибо вам огромное спасибо вам спасибо вам спасибо вам спасибо вам Продолжение следует...